Настоящее живое кино без грязи и фальши – так видят Липецкий выбор его организаторы. 15 отечественных игровых фильмов, 8 из них конкурсные. Широко аудитории их представляют редко, не формат. В картинах нет глумления над пороками общества, отсутствуют и спецэффекты. Кино заставляет думать. Есть очень хорошие фильмы, поверьте. Но они не доходят до зрителя. Вот только на фестивальных просмотрах можно с ним познакомиться. А так хозяева кинотеатра берут дешево, покупают копию американского блокбассера и начинают на этом зарабатывать деньги. На суд Липецкого жюри выставлены и работы местных режиссеров-документалистов. Их будут оценивать отдельно. Со следующего года, возможно, картина победителя будет показана на других фестивалях. Но на Липецкий выбор участников из регионов приглашать пока не будут. Нужно воспитать местных режиссеров. Тем более зритель голосует за авторское кино. Кинофестиваль Липецкий выбор продлится до 21 декабря. Программа стала больше на один день. Звездных гостей тоже прибавилось. Анна Большова, Екатерина Гусева, Ирина Цилина. По традиции артисты отправятся в турне по области. Первым с маленькими зрителями встретился композитор Григорий Гладков. Его песни известны по мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» по щучьему веленью. Но даже детский композитор успел заметить, что вкус слушателя формирует телевидение. А идёт в основном негатив, негатив и негатив. А сериалы всё время убивают в этих городских декорациях. Поэтому ребята тоже как-то воспринимают неправильную информацию. Телевидение дал очень большой перекос, конечно. Надо больше, для детей вообще больше позитивного должно быть. Липецкий выбор – последнее крупное культурное событие уходящего года. Стартует кинофестиваль сегодня вечером. Первая премьера состоится в киноконцертном зале «Октябрь». Анастасия Сердюкова, Алексей Великанов, Липецкое время.